Хочу сперва рассказать о реакции Запада, Китая и других стран в отношении результатов этих противоречивых выборов Грузии, где как бы победила партия «Грузинская мечта». Ну вот в Швеции заявили, что останавливают сотрудничество с властями Грузии, также Канада готовится пересмотреть отношения с Грузией, а в США после выборов предупредили Грузию о возможных последствиях, если правительство не изменит антизападный курс. А вот в Еврокомиссии отметили, что ЕС будет ориентироваться на финальный доклад международных наблюдателей в своей оценке грузинских выборов. И вот, например, венгерский премьер Виктор Орбан не увидел нарушений на парламентских выборах, а вот Китай сдержанно прокомментировал, заявив, что уважает выбор грузинского народа и готов работать со всеми сторонами по развитию двусторонних отношений. Ну, в принципе, чего и следовало ожидать после фактов многочисленных фальсификаций. Но интересно ваше мнение, как вы думаете, какой еще должна быть реакция, помимо заявлений, об обеспокоенности в отношении Запада, я имею в виду? Ну, я начну с визита Орбана. Как я помню, он приезжал в 2012 году, когда мы тогда изменили правительство, и тогда он поддерживал Саакашвили. Так что я очень рад его визиту. Это преддверие того, что мы поменяем эту власть, и мы изменим это правительство так же, как мы это сделали в 2012 году. Так что его приезд – это хорошее преднаменование. Это раз. Насчет международной реакции. Она очень чипка и показывает то, что фальсификацию, которую нельзя было скрыть, потому что, ну, я знаю, что так грузинские выборы не передаются по всему миру, но мы-то, грузины, смотрели и видели это воочию. Мы видели эти банды тетушек, которые прямо вот нахлынували на избирательные участки такими рейдами, с участка на участок терроризировали, избивали наблюдателей, тех, которые фиксировали нарушения. А также многие детали, которые сейчас выявляются, это вкупе реально уже нарисовывается такая страшная картина фальсификации, которая на парламентских выборах имеет огромное значение. На парламентских выборах процент, два процента, четыре, три, а мы думаем о более чем десяти процентах, десяти процентах фальсификации. Ну, естественно, это имеет значение, и, естественно, это влияет на подход наших западных партнеров. Я хочу подчеркнуть, что наши западные партнеры стали намного более адекватными, чем это было, к примеру, четыре года тому назад, когда тоже проводились традиционно фальсифицированные выборы, организованные грузинской мечтой. Но тогда наши партнеры вели такую игру, знаете, лишь бы не было шума, ничего, что там немножко украли, немножко подворовали. И это, кстати, очень оскорбительно, когда тебе говорят, что демократия, она должна быть другой в Грузии и другой должна быть, например, в Англии. И то, что у нас немножко крадут, это нормально. Но в 2020 году они сквозь пальцы смотрели на все это. Но, опять же, уже мир не смотрит на и Грузию, и Украину, и Россию, и Молдову. И вообще мир смотрит по-другому на российскую пропаганду, на российское влияние, чем это было до начала войны в Украине. Вот война, она как-то отрезвила все эти умы западные, которые думали, что нечего там от грузин или от украинцев требовать высоких стандартов демократии. Сейчас они видят, что вот такое попустительство, будь то с Путиным, будь то с другими авторитарными лидерами, это ведет не к чему-то хорошему, а ведет к худшим результатам. Так что мы видим, что мир не признает выборы, признает фактически только Виктор Орбан. И несколько таких очень сомнительных государств. И в конце концов, естественно, вот это мировое сообщество, которое уже сформулировалось и объединилось вокруг той темы, что нет, нельзя Грузию вот так передавать на правление вот этой олигархическо-московско-лубянско-кремлевской какой-то протве. Вот это отношение формулируется все более и более. И я рад, что это уже происходит в последние месяцы. Опять же, я думаю, что роль Украины в отрезвлении наших партнеров, ее нельзя как-то преумеющить. Ну, может быть, одним из последствий также стало, что мы увидели многочисленные митинги в Тбилиси. Вот вчера прошел митинг грузинской оппозиции против итогов парламентских выборов. Как много вообще вышли людей на протест? Потому что, судя по фото в интернете, это тысячи людей. И как вы думаете, как могут далее развиваться в этом контенте событий? Это десятки тысяч. Я не говорю сотни тысяч, потому что, ну, я думаю, что за сотню зашкаливало, но это десятки тысяч. И плюс еще к этому, знаете, вот я видел решающие митинги, я видел решающие выборы в Грузии. С начала 2000 года я участвую в этом процессе, так сказать, изменения правительства через народное объединение. И да, и эти выборы, и этот митинг однозначно был решающим и однозначно показывал уровень включенности народа и единения с политиками. Вот это, к сожалению, не очень часто происходит, что происходит единение народа с политиками, единение в каких-то своих чаяниях, в каких-то своих самых глубинных эмоциях. И вчера мы стояли там на митинге, и мы были политики самого разного толка, с разной биографией, но мы были едины, и народ тоже был един и готов к тому, чтобы не дать этой братве, лубянской братве, завладеть нашей страной. Но я извиняюсь, я вас перебил, вы задавали какой-то вопрос. А как вы думаете, может ли этот митинг реально на что-то повлиять? То есть реально ли теперь провести перевыбор, как того требует оппозиция? Нет, я не думаю, что один митинг может на что-то повлиять. Мы не живем ни в Париже, мы не живем ни в Лондоне. Мы живем в таких странах, где демократию нужно проводить не через один митинг. Так сказать, традиционных форм фальсификации – это одно направление. Второе направление – это работа политических партий для того, чтобы они вместе организованы, опять же, не разъединяясь в таком едином формате. Они формулировали свои политические требования, свои политические позиции. И это ввели так поэтапно, по направлению того, чтобы не были признаны эти выборы, и мы изменили бы правительство. Это второй момент. Третий момент – это работа с нашими международными партнерами, которые, опять же, подчеркиваю, никогда так нас не поддерживали в наших демократических позициях. Я был и в 2003 году в этом процессе изменения правительства, я и в 2012 участвовал в процессе изменения правительства. Никогда такой четкой, ясной, хорошо выраженной и сформулированной позиции от наших западных партнеров мы не слышали. Они всегда как-то гигозили, как-то старались дипломатически представить происходящий процесс и впустить его в какое-то такое организованное или такое русло. Но сейчас они прямым текстом говорят нам и показывают нам наши альтернативы. Это, с одной стороны, это российская губерния, которая истребляет свое население, у которой население даже не может произносить правильные слова и говорить по-правильному, а является заложником этого тоталитарного режима. И плюс еще экономически одрехлявшая Россия – это с одной стороны. А с другой стороны, это Евросоюз, который готов к нам помогать, готов нам гарантировать нашу независимость и суверенитет и готов развивать нашу страну в европейском русле. То есть это у Жванецкого было такое, я даже не знаю, это Жванецкий или просто такое выражение, лучше быть красивым и богатым, чем бедным, но больным. Вот такой выбор у грузинского народа. Быть красивыми и богатыми, чем бедными, но больными. И вот в этом выборе, естественно, грузинский народ делает правильное решение и ориентирует свою страну на изменения, а не на то, что вот в этой панической какой-то олигархической путинской системе развивать свое будущее. Вчера меня встречали молодые люди на митинге и говорили, что мы будем до конца бороться и, пожалуйста, вы тоже будьте очень бескомпромиссны, потому что компромисс значит, что мы должны уехать из этой страны. Вот такая эмоция в народе. А грузины, мы, хочу напомнить нашим братьям и сестрам, мы первыми начинали борьбу с Советским Союзом. И у нас было 9 апреля, у нас были диссиденты, и потом нас первых коснулась вот эта холодная рука или сапог Российской империи, когда в 92-м, 93-м у нас были вот эти российские маленькие зеленые человечки, которые оккупировали Абхазию и Южную Осетию, и потом была война с Россией. То есть мы имеем долгий опыт того, чтобы воевать с этой имперской структурой. И мы организованы сегодня, и мы будем это продолжать делать. Ну а в то же время в России заявили, что признают выбор грузинского народа не будут лезть во внутренние дела Грузии. Кроме того, сказали, что призывают не вмешиваться третьи страны в результат выборов. Они намекают на Запад, о чем я говорила ранее. Ясно, что Москве действительно на руку эти результаты. И вот я так понимаю, что без их участия не обошлось, не обошлись фальсификации. Что вы думаете об этом? Действительно не есть российский след? Ну, во-первых, я хочу как-то ответить, что у нас нет дипломатических отношений. Так что любые заявления с Россией мы не слышим. У нас нет контакта. И слава богу, нет у нас с вами контакта с россиянами, то есть с российскими политиками. И нам не интересны комментарии с Лубянки и с Москвы. Это одна позиция. Во-вторых, вы влезаете везде и вы стараетесь фальсифицировать выборы не только в Грузии, на которую вы думаете, что почему-то вы имеете какие-то протезы и какое-то влияние. Вы даже в американских выборах думаете, что участвуете. Так что это какая-то ложь, что они не участвовали и призывают других не участвовать. Естественно, это полная неправда. И они участвовали. И я хочу сказать, что, к сожалению, тот процесс, который проводится этим правительством Грузии, это просто копия. Это просто плагиат того, что делал Путин. Это просто плагиат по законодательным форматам, по отношению к медиа, по отношению ко всем этим деталям, как они развивают свою, стараются развить свою страну. Это просто кальк. Это просто они украли у Путина. Это плагиат московского формата развития и развития тоталитарного государства. Так что, да, они участвовали, да, они участвуют. Ну, я не могу говорить, что конкретно Иванов или Сидоров это делают. Но фактически это идет в ногу в ногу с кремлевской пропагандой, с той пропагандой, которая старается на фоне катастрофы. Которые они прожили и проживают и будут доживать в Украине, когда они совсем уже потеряют лицо и уже потеряют перспективу. Вот на этом фоне они хотят как-то иметь якобы какую-то отдушину, что вот грузины. А, кстати, для них грузины – это те, которые начинали первые. И представляете, вот в этой пропаганде они стараются вот это говорить, что грузины, они первыми были против нас. У нас фактически война была грузинско-российская в 93-м году в таком формате «little green man». И с тех пор у нас с ними такие очень проблематические отношения. И сейчас вот они стараются. Это повернусь идеологически в том формате, что вот смотрите, вот грузины, которые первыми начинали, даже они решили, что Россия – это решение. А это неправда. Никому не советую верить в то, что грузины как-то решили голосовать за грузинскую мечту, как за пророссийское правительство. Это ложь. Это пропаганда. Любой человек, который старается говорить сейчас, что грузины проголосовали пророссийский, он работает на кремлёвскую пропаганду. На кремлёвскую пропаганду, которая уже такая дряхлая, что из неё песок сыпется. И не нужно поддерживать и как-то помогать им в своей вот этой пропаганде. Нет, грузины там стоят, где мы стояли 30 лет назад, против того, чтобы быть частью Советского Союза и за то, чтобы быть западной стороной. Знаете, мне интересно такими заявлениями, чтобы другие страны не вмешивались в избирательный процесс или в результат выборов. Таким образом, Россия, может быть, хочет на Запад каким-то образом надавить, испугать, может быть, шантажировать? Ну, я не думаю, что они в силе как-то испугать Запада или шантажировать Запада. Но Запад-то постепенно уже осознаёт то, что идти на шантаж значит идти на поводу с самым тёмным чаянием путинского Кремля. Они это увидели в Украине. Сколько они старались как-то умиротворить путинскую агрессию в Украине, столько они получали, наоборот, больше агрессии. И, к сожалению, на наших опытах, на опытах грузинов в 90-х, на опытах частичной оккупации Грузии в 2008-м, на опытах оккупации частей Украины в 2014-м, вот на этих опытах, стараясь умиротворить вот эту российскую агрессию или путинскую агрессию, они видят, что они получают больше. Они это видят уже в течение нескольких десятилетий. У меня создаётся впечатление, что наконец-то они поняли, что потакая диктатору в регионе, который размахивает ядерной дубинкой, они ничего хорошего не добьются, а наоборот, будут им давать ещё больше поводов для того, чтобы развивать свою агрессию. Кстати, не только на территории стран, прилегающих к России, но и дальше, и больше. И я думаю, что вот Черчилль говорил об американцах, что они всегда сделают правильное решение, но пока сделают все неправильные решения, которые возможны. Вот у меня сейчас такое впечатление, что и Америка, и Запад уже сделали все неправильные решения по отношению к России. И вот сейчас они уже доходят до того сознания, что как нужно правильно поступать с агрессором, у которого уже нету больше боеголовок, чем население. И ему уже нечем воевать, но он старается терроризировать своих соседей. Я думаю, они до этого доходят. И в контексте российско-украинских отношений, и в контексте российско-грузинских отношений. Дай бог, я думаю, у меня такое впечатление создаётся уже в течение нескольких месяцев. И знаете, хочу напомнить, что 27 октября о результатах именно выборов на сайте Грузинской избирательной комиссии сообщили, что после обработки бюллетеней на 99% избирательных участков пророссийская партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов избирателей. И вот, знаете, мне интересно, даже если часть результатов была таки спальсифицирована, я так понимаю, что это около или более 10%, почему же «Грузинская мечта», которую нередко обвиняют в обслуживании интересов России, и имеют такую поддержку в стране? Ведь почти 80% населения поддерживают вступление в Евросоюз. Как вы думаете? В ваше предложение ключевое слово «обработка». Вот это ключевое слово, просто для обработки. И что подразумевается, как они это всё обрабатывали. Но давайте я вам отвечу. Да, вот мы и вы смотрим на этот политический процесс со следующей позиции. Мы говорим «Грузинская мечта пророссийская». 85% грузин – проводники. Почему они голосовали за грузинскую мечту? Это правильный вопрос. Однако не совсем он рисовывает реальную суть. Это мы и вы видим, или политические аналитики видят, что она антизападная. Но в течение многих лет, и сейчас уже наши партнёры, когда они очень чётко говорят об этом, это уже становится всё более ясно. Но в течение многих лет наши западные партнёры не были такими ясными в своём осуждении антизападной политики грузинской мечты. Это раз. Второй момент. В течение десятилетий грузинская мечта нагнетала эмоцию страха. Сперва это был страх перед Саакашвили, что Саакашвили вернётся и всех посадят в тюрьму и так далее и тому подобное. Ну, абсурд полнейший. А потом был страх уже после войны, начала войны в Украине. Это был страх российской оккупации. И они вот так, и они запугали народ войной. А вы поймите, существует синдром вот этой войны, которая остаётся в менталитете населения. Мы же имели две реальные войны с Россией в начале 90-х и в 2008 году. И то, что мы сегодня не оккупированы, не оккупированы страны, а частично оккупированы, это из-за тех грузинских военных и добровольцев, которые защищали нашу страну и защитили её до пределов, до каких они смогли. Но травма от войны, она катастрофическая. И всегда вот надавляя на эту травму, они говорят, что вот если не будет... Вот Иванишвили не будет грузинской мечты, то будет война с Россией. Иванишвили в день выборов выступил, он ему прямо сказал, будет моментальное, то есть если мы не победим, будет моментальное вторжение в Грузию. Вы представляете, на выборах вот этим он апеллировал. И да, часть населения, она вот живёт в этом синдроме боязни войны. И это нормально, я тоже боюсь войны, как и все нормальные люди боятся и не хотят войну. Но вот вся эта пропаганда всё равно, она наложила какой-то свой оттенок на избирательные голоса, которые говорят, что вот Россия будет оккупировать Грузию, если мы не проголосуем за грузинскую мечту. Вы понимаете, какой маразм вообще на выборах говорить о том, что если ты не проголосуем, это фактически заставлять избирательное под дулом Калашникова голосовать за тебя. Ну, абсолютный маразм. Но это то, что происходило. И вот я этим объясняю те реальные, я бы сказал, около 40%, которые показали экзит-полы, что вот эти около 40% — это те запуганные люди. Они не то, что хотят это правительство, но они запуганы. Вот прямо перед... И представьте, это многие-многие такие люди существуют в стране, и у них есть реальный повод, да, Россия на нас... Мы имели две войны с Россией. Почему? Они говорят, почему бы не третья война? И вот они гарантируют, якобы Иванишвили гарантируют мир. Реально он гарантирует то, что он ослабляет грузинскую государственность и грузинские возможности сопротивления России или каким-нибудь другим агрессорам. Но знаете, в то же время, как показывает практика последних десяти лет войны в Украине, российского вторжения, то хочешь мира — готовься к войне. И, к сожалению, просто вестись на такие фразы и на такие провокации, к сожалению, это не приводит. Ну, реальный мой ответ, почему не было войны в Грузии с управлением грузинской мечты, потому что война была в Украине. Это же просто очень такой простой ответ. Война в Украине началась фактически с того момента, как грузинская мечта пришла к власти. То есть это был конец 2012 года, в начале 2014 начинается война. И вот это уже в какой-то части избирателя, которую ты запугал, этот рациональный подход или анализ, на эту часть избирателя не работает. К сожалению, это не только в Грузии, во многих странах, во многих нациях. Вот эта фобия, это какие-то вот такие запугивающие пропаганды и идеологии, она работает. К сожалению, это не на грузин или на других, это не специфика нации, это специфика политического процесса. И, к сожалению, очень такие образованные нации подпадали под разные фобии. И, к сожалению, вот мы сейчас, часть нашего населения, она всё-таки просто боится войны. А в Грузии боятся войны. Это адекватно. Мы, вот моё поколение, пережило две войны с Россией. Так что мы знаем, что такое война. Мы прочувствовали это. И, кстати, мы и сейчас в Украине воюем против России. Вот когда я приезжал, и в начале 22-го года, сразу же после войны, я там встречался с десятками, сотнями грузин, которые воюют в свою войну для Украины, для Грузии, я думаю, для Прибалтики, для Польши. Это те грузины, которые уже прошли через несколько войн, войны с Россией. А как, по вашему мнению, сейчас можно уже прогнозировать, как результаты выборов в Грузии могут повлиять на дальнейшее будущее страны? Ну, это да, прогнозировать очень чётко. Или мы становимся российской губернией, губернией, которая будет истреблять всё. Даже это не грузинская СССР. Это ещё намного хуже. Это намного хуже. Это криминально, приблатнённо, какое-то братство, которое существует в России, и пацанское общество, которое мы здесь будем строить. Просто гопники, говорю. Гопники, да, вот это такое правительство. Это даже не СССР, это даже не Хрущёв с Брежневым. Это намного хуже. Или мы становимся частью вот этой издыхающей империи, которая будет разбиваться об Украину и будет, и она абсолютно точно разобьётся, но до этого мы будем вот частью вот этой катастрофы, этого катастрофического менталитета, этого тотального какого-то разложения нации и государства. Или мы прорвёмся всё-таки и сможем вместе с вами, вместе с молдаванами, вместе с всей Восточной Европой строить альтернативу тому кошмару, из которого мы вышли. Если взять геополитически, более глобально, мы видим, как Россия пытается как можно больше стран переманить, скажем так, на свою сторону, иметь на них влияние. Я имею в виду объединить некоторыми союзами. Ну, как мы это увидели на прошлой неделе на примере саммита БРИКС, как тогда вообще ЕС и НАТО должны действовать и реагировать, чтобы Россия перестала вмешиваться в дела соседних государств, в том числе Грузии, Украины, Молдовы, вы говорили. Ведь пока, знаете, Запад обеспокоен, Россия распускает свои щупальца как можно глубже на востоке Европы и не только. Ну, Россия сейчас начала в этом направлении развиваться, но, к сожалению, я могу сказать, что в течение многих десятилетий Россия активно развивалась на европейском формате или на европейском рынке, и она давала возможности, и она смотрела намного более на то, чтобы сделать Европу как-то партнёром в своих вот этих криминальных, криминальных и абсолютно агрессивных проектах. Один из них — «Северный поток-2». Вот я это и хотел сказать. Вот чем начинается вся эта история — это «Северный поток-2». То есть реально вот это был конклюзион как-то всего этого процесса. Представляете? То есть Россия — это страна, которая в 2007 году в Мюрхене заявляет о своих претензиях, потом в 2008 году производит частичную оккупацию Грузии, потом в 2014-м частичную оккупацию Западной Украины, оккупацию Крыма. И что мы делаем в начале 20-х? Мы даём России возможность развивать проект «Нордстрим-2». Это же катастрофа геополитического мышления, это же катастрофа вообще понимания того, куда и в каком направлении развивается Путин как политики и Россия как государство. И потом я был в шоке, когда в 22-м году мне звонили и говорили вот эти журналисты, что Путин сошёл с ума, почему он это делает. Да что вы! В 2007-го года он говорит и делает это. Он говорит, что он будет агрессором в регионе, и он делает это, и его ядерная программа в этом направлении направлена. Вы не хотели на это смотреть, вы, Запад, не хотели осмысливать, какие у него параидальные планы. Но сейчас, опять же, через вот кровь, через те слёзы, через геройство наших украинских братьев и сестёр как-то это доходит до наших партнёров, и они понимают, что решение другого, кроме того, чем то, чтобы уже вот как-то вот методично, методично уводить путинскую идеологию на нет, у них другого решения нет. А БРИКСы и вот эти другие форматы, ну, это форматы для манёвров, это не формат для реального развития, потому что, во-первых, скажем, что если посмотреть на весь формат БРИКСа, Китай там имеет главную роль, Россия для Китая, у меня такое впечатление, это лакомый кусочек, который Китай проглотит очень так сладко, сладко и эффективно заев Россию, я не знаю, с Сахалином, наверное. Вы также упоминали о ядерных угрозах России, и вот буквально полчаса назад появилась информация, что вооружённые силы России тренируются нанести массированный ядерный удар в ответ на как бы ядерный удар противника, об этом заявил министр обороны России Белоусов, и также они показали пуски булавы в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Мы привыкли к тому, что Россия всегда анонсирует свои планы. Она, конечно, говорит, что это будет ответом на удар противника, но перед тем, как она собирается атаковать, так как мы это видели с подрывом дамбы нашей Херсонской и многочисленные случаи были, также, когда она била по Ахмадету в Киеве и другие атаки. Вот, как вы думаете, стоит ли Западу обратить внимание на такие заявления России, потому что может все-таки есть потенциал у России атаковать и сделать это, ну, в том числе, возможно, в Курской области, где проходит операция наших вооруженных сил украинских. быть несерьезными к ядерной теме, это всегда неправильно, ядерная тема, она всегда очень серьезная, это один момент. Второй момент заключается в том, что у России самый большой ядерный потенциал в мире, это такой же, как у Соединенных Штатов. она забрала наше ядерное оружие в том числе. Ну, да, и, к сожалению, наши западные партнеры вот в той же эмоции того, что наступил рай на земле, потакали России, фактически дали возможность отдать ваше ядерное оружие, которое, опять же, сейчас уже видно, что это было абсурдно, это было неправильно. Но, второй, у них большой ядерный потенциал и арсенал, хотя этот арсенал не имеет значения, так как даже менее четверти этого арсенала с обеих сторон уже гарантирует того, что не будет побежденных в ядерной войне. Третий момент является тем, что локальные ядерные удары, они очень проблематичны в том аспекте, что вот эта пресловутая роза ветров, никто не знает, куда она развернется, а ядерный удар, он проблематичен не только в своем разрушительном аспекте, но и в аспекте своих экологических последствий и ударять по соседям это просто это просто форма форма такого суицидов. И в конце концов то, что никто на Россию нападать не собирается и отвечать России некому и применяя ядерное оружие, она уже отторгнет даже те страны, которые с ней еще раз говаривают об экономических и других моментах. Так что я бы не ставил любое заявление российских пропагандистов как причину объявлять тревогу номер один или красный уровень тревоги, но к ядерным вопросам всегда следует прислушиваться. Другое дело, что каждая российская пропагандистская программа начинается с таких Сарматов, Сатурнов, там еще не знаю, они придумывают разные имена Нептунов, и вот этим они держат свое население, что это великая мощь, которая опять же никогда эта мощь не будет реализована, я надеюсь, потому что абсурдно реализовывать, ты не сможешь реализовывать эту мощь. Сегодняшняя мощь в мире это не мощь ядерных боеголовок, эта эпоха закончилась, это мощь доллара, юаня и евро, и говорить на том языке, что у тебя есть ядерная дубика, да, это серьезно, это опасно, но вот как-то переводить уровень на красный уровень, я бы это при каждом таком упоминании не делал. Как вы тогда думаете, как должен отреагировать Запад и наши международные партнеры, Соединенные Штаты Америки? Ну, я думаю, они реагируют по своим каналам, и то, что реально вопросы такого уровня, они невозможны в решении, это не решит никакой проблемы. Я думаю, что там идут соответствующие каналы, потому что здесь в этой войне должна работать? Ну, да, естественно, разведка должна работать, разведка то, что разведка американская уже не сработала, этот факт, потому что вопрос решения того, как Россия должна проиграть, то есть вопрос того, какая форма проигрыша должна существовать для России, факт, что этого решения разведка никак не положила, Это политическое, военное, экономическое решение того же, как может ядерное государство проиграть. И то, что этого ответа сейчас нет, это, к сожалению, факт. Но мы говорим не о такой глобальной разведке, мы говорим о конкретных возможностях и конкретных случаях. И я думаю, что в этом аспекте все-таки ситуация до сих пор контролируема. Это один. Но в этой войне все перемешалось. Перемешались и военные аспекты, и экономические, и, естественно, пропаганда. И то, что мы часто слышим заявления, они очень часто идут на пропагандистский уровень, для того, чтобы поддержать вот это драклеющее тело Российской империи, которая уже пережила и свои лучшие годы, и свой упадок в Советском Союзе, а сейчас вообще разваливается. Спасибо вам огромное за эфир, за ваше время и вашу политику. Напомню, говорили с четвертым президентом Грузии Георгием Марквилашвили. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо. 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 Спасибо.